Привет, друзья! Сегодня у нас будет вот такая вот посылка. Посылка от производителя. Связался со мной производитель компании BlueBoo и прислал на обзор вот такой вот телефон. Значит, доставка у нас была почта 4PX. Была отправлена 13 ноября, сегодня 22. 23 дня доставочка. Я думаю, неплохо. Изначально мне дали один трек-номер, но потом переделали его на вот такой. И в итоге закончилось вот таким вот трек-номером. Это с Германией. Интересная очень доставка. Не понимаю, как так. Но главное, что в принципе нормально дошло все. И здесь находится, вы уже прочитали из названия BlueBoo Picasso 4G. Новая модель. Должна быть прикольная. 4-ядерный процессор, 2 гигабайта оперативы. 16 накопитель и 13 камера. Сейчас, собственно, все посмотрим. Так, и здесь вот какая-то еще надпись, да, что это BlueBoo модель Picasso 4G. И цвет у нас белый-белый. Блин, я заказывал, просил зеленый или черный. Давайте откроем и посмотрим, что у нас здесь за BlueBoo-то такой. Должна быть прикольная задняя крышка, друзья. И вот такая вот она, собственно. Да, прикольно выглядит. Это у нас типа под металл. Но, как я понимаю, это у нас не металл или металл. Не знаю. Нет, это у нас не металл. Это у нас пластик. Так, давайте снимем защитную пленку. Сразу ее вот сюда вот, вот так вот наклеим. Ну да, дисплей такой, в принципе, небольшой. 5 дюймов. Мне нравилось всегда. Вот у меня здесь 5,6 дюймов. То есть лопатка такая вот эта, а эта такая пушиночка. Неужели здесь даже есть вспышка на фронталочке? Ну, посмотрим. Дальше у нас идет вот такой вот пенальчик, в котором... Что у нас здесь? Макулатура. Это что у нас такое? Это, короче, NFC у нас метка. Дальше зарядник. Зарядник у нас на 5 вольт, 1 ампер. Ну и кабель, конечно же, microUSB. И тут еще у нас идет документация. То есть вот такой вот, типа гарантийки, скорее всего, QR-код. И инструкция. Инструкция на английском языке. В коробочке больше нет ничего. Значит, телефон должен поддерживать у нас NFC. Если есть вот такая вот метка. Отлично. Так, ну давайте, друзья, посмотрим, что у нас под аккумулятором. Скорее всего, он заклеенный у нас. Так, да, аккумулятор у нас заклеенный. Значит, есть у нас 2 microSIM-карты и карта памяти вставляется. Здесь 2 EMEI, Made in China. Да, друзья, вот видим, у нас NFC присутствует. Подождите, а где динамика? Ага, динамик у нас снизу, получается. Я думал, вот это. Так, отклеиваем наши контактики. Так. Батарейка у нас, знаете, насколько заявлена, на 2800 мАч. Но, думаю, у честных 2500-2400 где-то есть. Так, ну тут, в принципе, все. Кстати, двойная светодиодная вспышка. Запускаем. Один, два, три. Есть. Есть второй микрофон для шумодава. 3.5 разъем. Прикольная крышка. Вот такая вот мелодия приятная. Динамик, в принципе, слышу неплохой. Сейчас все заценим и проверим. Будет, конечно же, на него полный обзор. Синтетика. Камеру посмотрим, игры посмотрим. Так, друзья, ну что, в принципе, экран яркость не на всю. Но я вижу, что 5 дюйма, в принципе, ну неплохо. Смотрите сами. Хороший экран. IPS, наверное, ОГС. Ну, по-любому. Потому что по-другому и не может быть. Есть у нас, видите, как на экранной кнопке. Назад, меню и домой. Меню у нас, значит, находится вот здесь. Android 6 стоит. Присутствуют сервисы Google. Давайте зайдем в галерею. В галереи нет ничего. Нажимаем камеру. И давайте что-нибудь зафоткаем. Так, камера, камера. Ну, в принципе, смотрите. Автофокус есть? Да, автофокус даже присутствует. Ничего себе. Давайте автоматом. Есть. И настройки посмотрим. Так. Видео у нас стоит высокое. Надо поставить отличное. Так, дальше фото. Фото у нас стоит на 13. Да, все нормально здесь. Давайте сначала поставим русский язык. Почему-то я не подумал об этом. Может, его здесь вообще нету? Да есть, конечно. Здесь мультиозыщная прошивка, как и на всех уже телефонах. Не то, что как года 4 назад. Только китайский и английский был. Хотя и сейчас есть там у Xiaomi. И так далее. Так, друзья. Ну, давайте еще видео снимем. И, конечно же, снимем видео. Так. Раз, два, три. Тест камеры Blue Bull Picasso 4G. Ну, смотрите. В арсиночке все видно. Макросъемка отличная. Для такой цены. Давайте посмотрим, в принципе, фото и видео. Я, в общем, сейчас ставлю. Сами все оцените. Тест камеры Blue Bull Picasso 4G. Ну, смотрите. В арсиночке все видно. Макросъемка отличная. Для такой цены. Так, друзья. Давайте зайдем, конечно же, в настройки. И послушаем наш динамик. Как мы видим, у нас есть NFC. Загрузка в режиме Turbo. Сим-карты. Управление две штуки. Передача данных. Экран. Заставка. Так. Понятно. Хранилище. Как видим, да, у нас 16 гигабайт. 1178. Свободно. Остальное все ушло на систему. Как мы видим, здесь установлен лаунчер. Специальный Blue Bull. Какой-нибудь Blue Meow. Мияу, как там оно пишется. Так, дальше батарея у нас. Индикатор можно поставить? Можно. Отлично. 59%. Друзья, у нас присутствует при зарядке вот такой вот индикатор. Как видим, красненький. Это очень-очень хорошо. Есть у нас GPS. Понятно. Аккаунты Google. Это все понятно. И мы хотели поставить какую-нибудь песенку, чтобы послушать, собственно, динамик. Да, друзья, вот это динамик. Вот такая вот у нас шторочка. Не люблю этот автоповорот. Так, ну что-то я не понял, какой динамик. Ну что могу сказать. Неплохой. Не шипит. И не сильно громкий. Такой среднячок пойдет. Так, и давайте посмотрим нашу вспышку. Фонарик. Да, действительно, у нас два светодиода. Смотрите сами. Вот так вот видно, я думаю. Действительно, два. Не муляж. Ох. Я аж посмотрел на вспышку. В глазах аж потемнело. Но ничего бывает. Динамик пойдет. Средний звонок вы не пропустите. Все скажу уже в полном обзоре. Как звучит в наушниках и так далее. Дальше, друзья. Ну, радует. Реально, есть NFC. Прикольно. 4G поддерживает. Хотя у нас в Украине 4G нету. Но в России будет работать без проблем. За 3G, понятно, все будет хорошо. В телефоне, значит, у нас есть беспроводное обновление. Общая информация. Так, вот кому надо что-то, смотрите. Android 6 у нас. Модель Picasso 4G. Решивка модуля. Вот кому может нужно. Номер сборки и версия по заказу пользователя. 5 октября у нас стоит обновление. Но я сейчас не буду проверять все. Скажу детально уже в полном обзоре. Также есть у нас распознавание жестов. Если, допустим, пишите C букву, будет камера запускаться. Пишите E, будет браузер. Ну, в принципе, здесь все понятно, я думаю. Вот можно букву E запустить. Будет интернет. Буква C, это у нас камера. Нет, это буква O. Буква C. Вот у нас камера. Ну, в общем, понятно, я думаю. Хорошая вещь, только это все нужно отключить. Мне это совершенно не нужно. В специальных возможностях есть у нас крупный текст. Жесты для увеличения вот этого штука. Короче, здесь очень-очень много всяких настроек. Быстрая загрузка. Есть инверсия цветов. Можно вот так сделать. Есть коррекция цвета. Сами можете настраивать, что хотите. Вот эта штука полезная. Выключение клавиш. Вот это, когда разговариваете, по телефону нажали, и у вас трубочка бросилась, положилась. Ну, все по стандарту, в принципе, здесь. Давайте глянем еще фронталочку. Действительно, есть ли вспышка? Действительно, есть ли вспышка? Раз, два, три. Да, вспышка действительно есть. Вот моя камера. И там кусочек софтбокса с люстрой. Мой штатив. Ну, камера такая, обычная. Вот, допустим, какой-то бьюти снаб. Что это такое? Не пойму. Это какая-то фишка от Блюбу. Ага. Здесь всякие можно делать, наверное, приколы. Там, очки надевать, ресницы делать, брови. Короче, издеваться над фотографией. Понятно. Для девушек будет самое то. Ну, диктофон, диспетчер файлов. Кстати, давайте проверим, как он записывает. Раз, раз. Один, два. Прием. Проверка микрофона, диктофона на Блюбу Пикассо 4G. Йоу. Раз, раз, раз. Один, два. Прием. Проверка микрофона, диктофона на Блюбу Пикассо 4G. Йоу. Ну, друзья, неплохо, неплохо. Это под меню у нас чистит наши все задачи. Так, вот что мне нравится в Блюбу, знаете что? Это, конечно же, вот зажимаете темы. Здесь очень много тем. Смотрите сами. Пла-загрузочка. Вуаля, и у нас тема поменялась. Прикольно. Также здесь можно снять вот эти вот скользящие эффекты. То есть, сейчас стоит по стандарту. Можно сделать вот так вот. Также можно сменить обои. Обоев также очень-очень много. Ну, давайте поставим какую-нибудь вот такую. Назад. Ну, прикольно, да. Видите, да, эффекты. Хороший телефон. Однозначно нужно все проверять. Все будет в полном обзоре. Камера мне понравилась. Прикольно вот такая вот структурированная крышка. С такими ромбиками, да. То есть, на солнце будет переливаться вообще огонь. Логотип BlueBoo. Эти крышки, по-моему, можно докупать отдельно. Ссылки, где можно купить данный телефон, будут в описании. Ждите подробного обзора. Все скоро будет. Хороший, стильный дизайн. И телефон относительно недорогой. То есть, это самый-самый бюджетный вариант. С 4G. У нас с шумодавами, с хорошей камерой. С хорошим дисплеем. Ну, и диагональ также 5 дюмов. Вообще отлично заходит. Сейчас, кстати, очень сложно найти 5 дюймов. Обычно сейчас 5,5 и выше. Уже даже 6,3, 6,5. Короче, планшеты. Так вот, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на нашу УПО. И подписывайтесь на наш канал, кто не подписан. Пока.